Добрый день, спасибо за приглашение, видите, приехал раньше, так хотел встретиться, посетить. Спасибо, что ваш день рождения позволил напроситься. Добрый день, добрый день, добрый день. У нас сегодня знаменательный день, к нам в гости приехал известный в нашем крае человек Иван Иванович Ловар. Это я буду. Иван Иванович наш. Спасибо, спасибо. Иван Иванович наш земляк, депутат Государственной Думы. Он уже второй созыв представляет Алтайский край в Государственной Думе. До этого Иван Иванович возглавлял два созыва Алтайское краевое законодательное собрание. Но сфера деятельности Ивана Ивановича это сельское хозяйство. Я тут не буду останавливаться, но успехи значительные достигнуты. В частности достигнута продовольственная безопасность. То есть наша страна теперь не закупает продовольствие, а сама его экспортирует. В числе архитекторов вот этих всех изменений был Иван Иванович Ловар. Иван Иванович кроме сельского хозяйства интересуется и другими отраслями народного хозяйства, в частности медициной. И вот он решил посетить нашу клинику. Я думаю, что Иван Ивановичу было небезынтересно осмотреть наше учреждение, познакомиться с докторами. Иван Иванович. Также 10,5 лет работы директором крупного совхоза. Ну а когда меня спрашивают, как ты нашел политику, да не я нашел, она меня нашла. Но так уж получилось, что 25 лет на краевом уровне. И скажу так, что здравоохранение, наверное, один из показателей отношения государства к этой отрасли. И сельское хозяйство. Я не буду утомлять сельским хозяйством, рассказывать, потому что вам неинтересно. Хотя я им был и останусь до конца дней. Понимаю, что, по-моему, Энгель сказал, не случайно ум зависит от желудка. Потому что голодный человек, он безумный. И то, что удалось сделать, тоже не буду перечислять. Я еще возглавлял сельское хозяйство Алтайского края. Нам удалось тогда убедить, переломить, сделать 7 почвенно-климатических зон, создать равные условия для того, чтобы в равных условиях конкурировали районы. Ну и потом получали соответствующее поощрение. Но мне вдвойне приятно, что я сегодня с вами встречаюсь. Ваш профессиональный праздник – День медицинской сестры. Это первичное звено, от которого очень много зависит здравоохранение. Я как-то слышал выступление профессора, и он особо отмечал роль медицинской сестры. Поэтому вам спасибо. Но если общее впечатление, могу сказать следующее. Вот мы сейчас, прежде чем к вам зайти, я сказал. Дай бог, чтобы такие условия были во всех медицинских учреждениях Алтайского края. Второй вопрос, который я или первый даже задал. Селяне имеют право вашим профессионализмом пользоваться для того, чтобы все-таки своевременно выявлять, лечить заболевания. Ну и в конце концов, чтобы и продолжительность жизни, прежде всего, селян тоже в Алтайском крае была значительно выше, пока мы сегодня этим похвалиться не можем. Идя в Государственную Думу, я сразу сказал, что пойду в Комитет по аграрной политике. Что касается села, могу сказать одно, что очень ценю, горжусь, дорожу тем, что в период своей работы удалось убедить, отстоять, не буду говорить про виды поддержки, Павел Юрьевич говорил, вам это неинтересно. Это закон о доплате к пенсиям, труженикам села, которые отработали в селе не менее 30 лет. Что это дало Алтайскому краю? Сегодня практически более 40 тысяч получает эту доплату. Суммарно в деньгах это более 600 миллионов рублей. У меня есть раскладка по каждому сельскому району. Да, хотелось бы больше, но не получается. Второе, удалось уже под занавес уходящего созыва все-таки вот эту несправедливость, как я говорил, крепостное право искоренить. Если раньше человек угробил здоровье, я не боюсь этого слова говорить, все-таки условия в селе сегодня более-менее, а у кого родственники живут и знают, что это такое. Даже два раза сходить на ферму в любую погоду, круглый год, это уже надо иметь волю, силу и так далее. Поэтому это по праву. Сказать, что тема закрыта, нет, не закрыта. Кому-то пришло в голову, это вот как раз говорит о том, когда люди далеки от земли и пытаются делать выводы и оценку. Бухгалтера и экономисты не имеют права получать эту доплату. Хотя, наверное, или не знали, или не помнят, потому что бухгалтерами и экономистами всегда, как военные говорят, затыкали бреши в уборку. Когда идет окот овец с бухгалтерией, когда идет стрижка, тоже инвентаризация, масса других вопросов, над чем сейчас работают стратегически. Что удалось решить в предыдущем созыве? Слово «я» не присутствует. Ну, вы представляете, если бы в Думе 450, и каждый бы говорил «я», и каждый бы делал то, что хочет. Точно так же, как и у вас, если бы каждый. Да, вы в целом монолит мощнейших специалистов, но в любом случае учитывается в целом позиция, мнение каждого, и в целом работает на имидж. Но, тем не менее, мне не удалось в течение двух созывов решить три проблемы, которые касаются здравоохранения. Программа появилась «Земский фельдшер». Мы ее решили в крае. Она у нас была. Но на федеральную ее не брали. И, наверное, только с третьего захода, когда бывшая министра Скворцова к нам пришла, когда вот так вопрос задаешь глаза в глаза. Поэтому я всегда говорю, самая легкая форма отказа – это по телефону или бумагу получил. Все-таки добились, выделили ресурсы в бюджете, эту тему закрыли. Второе – повышение возраста. Вы знаете, изначально была программа, которая предусматривала, имеет право доктор, который возраст до 35 лет. Эту тему тоже мы писали, обращения не могли решить, удалось решить в созыве. И третий вопрос – малые города, такие как Яровое. Я все никак не мог взять в толк. Тольменко по численности населения больше. И тут на электричке сейчас езды. Яровое почти 500 километров. Тольменко попадает, Яровое – нет. Этот вопрос тоже удалось решить. Ну и удалось решить, правда, этот, мы солили его года три, наверное. Это горячее питание в школах. Начинали со стакана молока. Его уже в политическую плоскость привели. Но на сегодняшний день могу сказать, что в деньгах на эти два вида поддержки, горячее питание, денег выделяется больше, чем на всю поддержку сельского хозяйства Алтайского края. Ну и у меня принцип, я в обязательном порядке, когда выезжаю, нахожусь на региональной неделе, в обязательном порядке посещаю районы. У меня 21 муниципалитет, город Барнаул, если взять, Ленинский район. Ну я понимаю, что территория клиники находится не на территории Ленинского района, но она работает на весь Барнаул и в целом работает на весь Алтайский край. Я далеко идеализировать, потому что задавал вопросы и сразу сказали, есть проблемы. Поэтому непросто с вами сегодня встретиться, как сказать, рассказать, что сделано, над чем работаю. Ну и, конечно, имея правило, как правило, вопросы, которые касаются, скажем, работы предприятия, я их использую. Мы с руководством в заключении сейчас еще раз в закрытом формате пообщаемся. Но те вопросы даже в устной форме, что ставили, я считаю, что их действительно надо решать. Потому что человек должен иметь право получать высококачественную медицинскую помощь. И право должно быть у него. И это право предоставить, в первую очередь, тому, кто к вам обращается. Я наслышан был много. Еще раз говорю вам огромное спасибо. Это требует дополнительных усилий. То, что вы все-таки еще и выезжаете в сельские районы края. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому!